Всем привет! Сегодня у нас в гостях довольно редкий гость интересный складный нож от шведской компании Falk Neven. Модель P. Сталь VG10. Он затупился, его надо наточить. Почитал про него на форумах. Угол ему задают. Что-то пытается. Задают угол довольно большой в районе 45 градусов. Перетачу на 36. В самый раз будет. Заодно посмотрим. Что меня удивило это цена этого ножа. Да ладно обычной простой накладки из микарты. Стальные лайнеры. Вот такая вот конструкция. Хозяин сказал что купил его за 165 долларов. Я начал лазить в магазинах в интернете смотреть. Да он так и стоит приблизительно около 10 тысяч рублей. А если ламинированные еще бывают ламинированные версии. Бывают еще с микарты разного цвета. Бывают с деревянными накладками. Там цены еще дороже. Там чуть ли не до 20 тысяч доходит. Как бы блин я все понимаю конечно Falk Neven там Швеция. Ну такие деньги за такой маленький ножичек отдавать. Сталь не особо премиальная. Обычная кухонная японская VG10. Ладно. Каждому свое. Ну и вот. Заточку закончил. Давайте по традиции расскажу и покажу. Ну что ты. Вот. В общем первый был. А нет. Начнем с другого. Угол. Я читал что там угол ну около 45 градусов. Ни фига подобного. Там угол 49 был градусов. Перетачивал на другой. Позвонил хозяину ножа. Сошлись на 20 градусах на сторону. То есть общий 40. Начинал с 19. Карбид кремния 63 микроны. Потом 19 с половиной карбид кремния 28 микрон. Потом 19.8 барайт PC 1200. Сталь твердая. Барайт ее кушал. С таким аппетитом. Просто мне прям понравилось. Ну мне барайт этот он все больше и больше нравится. Потом опустился на 19 с половиной. Отполировал наждачкой. Красоту чуть-чуть навел. Ну как обычно. На 20 градусов взял вошиту. Сделал финиш вошитой. Мне ни фига не понравилось. Ну как-то не очень. Не агрессивно. Ну вообще не понравилось. Вошиту снял. Те же 20 градусов поставил Арканзас. Арканзасом сделал. Гораздо бодрее получилось. Ну вот. С заточкой все. Сейчас соберу и будем заканчивать. Так. Ну вот я закончил. Давайте покажу. Подводики. Сталька все-таки привередливая оказалась. И пришлось повозиться. Вот здесь вот можно заметить. Подвод расширяется. Потому что он на Рикаса выходит. Там сведения гораздо больше. Но так и было и с самого начала. И тут геометрия. С этим я ничего сделать не смогу. О! Солнышко! Сталька оказалась привередливой в финишной заточке. Пришлось доводить на ремне для правки бритв. Ни в какую не хотела принимать нужную мне остроту. Причем повозиться пришлось посидеть. Напомню. 40 градусов. Бумажка бумажкой. Давайте попробуем. На кассовой ленте. Слушайте, у нас такая погода нестабильная. То льет ливень. Гроза была. То солнце резко вылазит. Потом так же резко начинает бить ветер. Кассовая лента, напомню, это очень тонкая. Надеюсь, будет держать хорошо заточку. Вот такой вот ножичек. Давайте еще разочек. Крупным планом. 165 долларов. Он, конечно, симпатичный. Но, блин, я бы за такие деньги поискал бы, наверное, что-нибудь другое. Фолкни вон. Остановись. Ладно, будем заканчивать. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, вниз. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.